В прошлом году руководству рыбного хозяйства Аксанат Инжиниринг пришла идея. Здесь решили в качестве эксперимента совместить выращивание рыбы и растений. И все получилось. На первый взгляд незамысловатая конструкция дает двойной результат. В лотке для выращивания салатов или клубники делаются отверстия и вставляется вот такой простой стаканчик, который наполняется ватой. Вот здесь даже есть корни уже отмершие от собранного салатика. Точно таким же способом здесь выращивают и ароматную клубнику. Естественно, что удержаться и не попробовать ее было просто невозможно. Вот в этом помещении круглый год можно найти белую клубничку. Посмотрите, какие большие ягоды. Я сейчас сорву. А вы мне позавидуете. Аквапоника состоит из двух основных частей. Аквакультура для выращивания водных животных и гидропоника для выращивания растений. Сточные воды, образующиеся в результате недоеденного корма или выращенных животных, таких как рыба, накапливаются в воде из-за замкнутой циркуляции в большинстве аквакультурных систем. Богатая стоками вода становится токсичной для водных животных при большой концентрации. Но в то же время содержит питательные вещества, необходимые для роста растений. Вода поступает с бассейна непосредственно в барабанный фильтр. Барабанного фильтра она выходит в биофильтры. В биофильтры в них есть некоторые бактерии, которые очищают воду. Процесс устройства замкнутого водоснабжения круглосуточный. И отметим, что вода, пройдя все этапы, очищается на 90%. И вновь поступает в резервуары с оседром, а значит и растением. К слову, урожай здесь собирают практически круглый год. Урожай дает два раза в год. Это клубника, а айсбер-салат, можно сказать, даже три раза в год в наших условиях. При стабильной температуре, уходе. Сегодня на предприятии готовятся к запуску второго контура и малькового цеха. Там будут выращивать карпа, а затем выпускать в аквапонику. Татьяна Бурдель, Николай Иванов, Роман Принкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова